привет друзья подписчики моего канала просто зрители при всем разнообразии рыбы которые есть у меня доступ ну люблю я селедку малосольную соленую вяленую копченую во всех веток нравится нами и тут как-то зрители спрашивали покажи этот рецепт селедки по голландские пресс в интернете нашел все это называется матье по голландскому рецепту и попробуем часы его приготовить я не знаю что получится попробовать завтра и узнаем ну пока будем ее делать как написано в интернете нас под на сайте нам нашел приступим селедку я уже ободрался и шкурку отрезал голову его поташу это нам не нужно теперь нам нужно ее зафилировать за филишку короче сделать вырезаем сейчас привет с ним все просто делается сводка на эти жирненькая час весна у нее икромет хорошая просто срезаем с нее перри очень просто и будем ее сейчас солить я покажу как способ скажем так необычный я такого даже не мог сам придумать но что получится попробуем узнаем спинка нам не нужно здесь все ребят эти косточки боковые можно вытащить вот так у ножом просто прижимаем и должны вытаскиваться и пошли в атаках суть понятно как филе делать селедки думаю все это дело почище подготовлю и продолжим засосовочной смесь это будет уже более актуально и интересно так что подойдите две секунды народ все селедку я разделал косточки все вытаскивать не короче вулом если хотите заморачиваться вытаскивайте все косточки не кому надо потом сами достану кто будет ее кушать я так повыковырил чуть-чуть но еще мы с вами остались короче все филешками селедку разделали на филе теперь делаем засолочную смесь самое главное в этом рецепте берем миску столовую ложку и смотрите обязательно соль крупная так 3 столовых ну на такой объем давайте наверное возьмем 5 столовых ложек соли раз так 5 столовых ложек соли пошло готово и теперь в эту 5 столовых ложек соли нам нужно добавить 7 столовых ложек сахара 1 2 3 и 4 5 6 7 вы я слышали сахару больше чем соли перемешиваем засолочную смесь получилась надолго то но она не портится в банку и можно убрать до следующего раза надо не стоять дальше нам нужно чуть-чуть кориандра я поступки долгом я беру зернами буквально чайную ложку когда он зернах он более ароматный чем просто уже молодых пачечках готова о запах ушел кориандр пошел и теперь к этому кориандру еще буквально чайную ложку добавляем корицы я не стал брать палочку взял молотую уже готова она и так пахнет хорошо вот так корица пошла и чуть-чуть смесь перцев ароматная штука классная еще тоже скажем чайную ложку все замешиваем засолочную смесь вот такого красивого цвета все это дело получилось готово теперь просто берем филе рыбки придавили придавили за хвостик взяли отряхнули и в отдельную мисочку уложили все просто и понятно так со всеми кусочками рыбки все что прилип у этого достаточно для засолки рыбы туда же будет многовато но через четыре часа не вернемся я покажу что будем делать дальше как видите все очень просто что будет на выходе я не знаю завтра попробуем и узнаем так соль высыпаем оставшуюся в баночку она нам потом пригодится когда-нибудь очень нибудь еще солить она не портится все вот это вот оставляем просто в миске ставим на верхнюю полку холодильника ну часов на пять на четыре чтобы это дело подсолилась через стол четыре пять часов и не вернусь и туда соль надо что останется что не впитается надо будет чистить мыть ее не будем мы потом покажу дальше процесс готова почти прошло четыре с небольшим часа селедка посолилась с нее вышел востоку от много воды теперь просто надо взять ложку не моем и ни в коем случае вода плохо влияет протухнет просто все возможно если бы с ней сидеть и счищаем остатки соли ставки с нее просто ложкой все что вот она взяла в себя этого достаточно убрали все лишнее получились пирожки и так со всеми час проделываем селедочками ничего сложного все быстро и сейчас сделаем какую вкусненькую аромат нику и заливочку порежем все это дело вложим баночку и зальем так что не переключайтесь сейчас я почищу очищу от всего 6 вытекло лишнего и продолжим легче простого она уже сейчас вкусненько можно кушать соли с очень быстро кусочки тоненькие посадились моментами так ну все понятно думаю все селедочку я очистил и по вытаскиваю из нее косточки еще дома ладно заморочить вытащил теперь в оригинальном рецепте что нашел в интернете она прямо так вот вот такими пластами укладывается в банку и заливается просто растительным маслом на этом рецепт заканчивается как бы ну и все она можно кушать но я думаю пойдем другим путем я сделаю еще к ней интересный маринаде кстати попробуйте сначала селедочку она на вкус малосольная все классно она маринада сладковатая это тоже сахара больше ребят но это не противно это по-своему это вкусно интересно необычно хорошо сочетается все это дело вкусно приятно жирная селедка все нормально эти пальцы все жирные знаете хочу быть это комментатором который начнут бомбить извлечение сладкая селедка ребят очень сложно спорить с людьми о вкусе апельсина который никогда не пробовали апельсина и утверждает что он невкусный попробуйте потом напишите комментарии скажет понравится вам или нет это будет конструктивно это будет интересно мне принципе вкус он не противный он просто необычный но это вкусно по-своему вкусно имеет место жить быть так мы привыше всего соленая там пряна это конечно все а это чуть-чуть сластит ну прикольно прикольно попробуйте него серьезно нормально штука так все ну по голландскому стопе заливают и маслом она не постоит маленький потом они едят не хотят его таким куском на хлебушку на мультибров кладут или вкусно я же предлагаю вам свой вариант продолжить так сказать их не вариант рецепт и отступить от рецепт это повара пускай по рецептам готовить нужны повара режем на кусочки вот такие чтоб на вилочку взять и в рот закинуть и будет вкусненько и сделаем мы сейчас свой интересный маринальник так ребят вот здесь все понятно дома дали на кусочек порезали никаких сложностей никого не возникнет косточки я достал сейчас я перережу мисочку всю складу закинул и будем делать интересненький к ней соус которым у нас будет так сказать доходить до кондиции друзья еще маленькое оступление сейчас режу смотрите селедку я не мыл и весь жирок что на ней был он остался на ней на селедке если вы помоете вы просто его смоете и все не мойте потратите там три минуты лишнего времени своего и ложечкой все удалите с нее лишнее ставите на вот это не вода это жирок который с нее выходит и которым это за который мы так любим такую селедочку так все время часа листочку возьму побольше что-то маловато это перевожу чем замешать видите получилось вот такая вот большая миска килограмма селедки сейчас обычно все приберу приготовлю и продолжу посмотрите вот селедочку привожу в более миску поглубже теперь сделаем к ней маринар такой да гарнир так это нам понадобится растительное масло на такой объем ложки 3-4 наверно будет нормально аватар хорошая ложка русской горчицы ядреной если есть своя то еще лучше в магазине сбега вот у нас местный молокозавод делает более-менее нормальная горчица у них острая прямо ложечку сюда в это масло бульк размешаем теперь чуть 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 совсем центра с него чисто чисто для такого легкого легкого аромата который будет отличненько откинять можете ли можно на жизнь если не любите мне кажется это будет отлично сюда зайдет так и чуть-чуть чтобы пригасить сладость от сахара буквально ложку лимонного сока с лимона не переборщите чтобы он у вас не приварировал отлично все это дело размешиваем на вот такой не сложный но очень ароматный и поверьте вкусный сосед для селедочки который подойдет просто отлично аля такой майонез сюда еще яйцо добавить сбить и будет мазик дома все класс пробуем отменная вещь заливаем такой ядреный с легкой кислинкой залили косточки попадаются перемешали вот так это мне больше нравится чем просто сладковатая селедка все ребят блюдо практически готово теперь надо просто дать этому делу постоять хотя бы пару часиков лучше где-нибудь сутки полетит того давайте в эту же миску сейчас я выложу накроем полиэтиленовой пленочкой и уберем в холодильник чтоб все это дело напиталась пропиталась настоялась и это будет очень вкусно я просто в этом уверен что рекомендую селедку почти по голландскому рецепту с отклонениями от меня лично голландцы не сильно расстроиться что их рецепт дополнил особо не парят ну вот друзья смотрите вот такая шикандосная штука и отвечаю это будет вкусно это не может быть невкусным тут нет невкусных ингредиентов и их не так много которые очень все будет отлично ну все друзья оставляем это до вечера вечером придут мои сварим картошечки и будем ужинать ну а вам всем приятного аппетита пробуйте уверяю это будет классно тем кому понравилось и было интересно и полезно это видео ставьте пальцы вверх кому не интересно и бесполезно ставьте пальцы вниз не забывайте подписаться на канал пишите свои комментарии всем отвечу какие-то вопросы остались ну все всем до встречи и всем пока все всем пока